В Иерусалимской русской городской библиотеке прошла презентация монографии Златы Зарецкой «Феномен Израильского театра». Здесь представлены фрагменты этой встречи. Моя цель была разобраться в феномене современного израильского театра как результате длительного процесса развития еврейской культуры не только в Палестине, но и в диаспоре, особенно с ее русскоязычной стороны. И тут я сделаю маленькую паузу. У меня были тяжелые сомнения на еврейском, на английском. Я столкнулась со стеной непонимания, вернулась в свою духовную семью, и это принесло удивительные результаты. Это было счастье, что я отказалась от карьерных литературных соображений, потому что пришла к каким-то открытиям в процессе писания. Драматическое искусство государства иудеев – кристалл, в котором отражается его история, древняя и новая. Каждая его грань – шифр культуры, знаки ментальности общества, формирующегося еще в крови победов и сегодня, на наших глазах. Тем не менее, конкретные факты израильской духовности, в том числе и театральные, имеют огромное значение не только для еврейской общественности, как знак ее внутренней самоидентификации, но содержат универсальный смысл, важный и для мировой культуры. Современный израильский театр – еще одно осуществленное пророчество тех, кто предвидел будущее свободных иудеев в земле обетованной. Книга состоит из семи частей, каждая из которых раскрывает суть, взгляд в историю, современность, диалог с мировой культурой, еврейский аспект современного израильского театра во введении, тонах и израильский театр, искусство, не сгоревшее в Холокосте, послевоенная сцена в СССР, как образ борьбы за национальное возрождение, подпольный театр отказа, альтернативный фестиваль ВАКО, как форма израильской эстетической мечты, портреты мастеров и, наконец, нет глава «Сезонные вопросы» с 1991 по 2016, заканчивающийся предвидением Марка Шагала 1920 года в его панно «Введение в новый еврейский театр». Несмотря на огромный материал, книга – лишь абрис дорог, по которым могут пойти другие, мое информационное счастье заключалось в том, что мне удалось реально ощутить их, приблизиться к тайне еврейского сценического творчества. Непосредственной причиной моего труда была давняя мечта исследовать корни театра, показать, какая сила кроется при их переосмыслении на современной сцене. Я из 60-х. Я училась в МГУ с 65-го по 71-й год. Время блистательных театральных работ. Гедрю Сапанскевичу, Самарка Захарова. Рождение Таганки Юрия Любимова. Я сама была два года в эстрадной студии МГУ «Наш дом» и являюсь членом семьи нашего дома, члены которого живут сейчас по всему миру, но общаются благодаря Марку Григорьевичу Разовскому. Итак, я пришла сначала на диплом в МГУ, а потом в диссертацию в Институте искусствознания Академии Наук с этой взрывоопасной темой традиции народного театра на современной сцене. В Академии Наук даже запретили думать на эту тему из самых лучших побуждений и посоветовали спрятать ее за ширмой поэтика фольклорного театра. Структура корней современной сцены, где только специалист мог догадаться, о чем на самом деле я пишу. И только в Израиле я смогла освободиться от страха чужого мнения. В декабре 1990-го, когда падали иракские эскады, Иерусалим был пуст. Я впервые попала в настоянный временем залу театра ХАУ. Было пусто. Вы не увидите уже этот зал, поскольку помещение несколько раз отреставрировано. Мне посчастливилось увидеть еще тот исторический зал с новыми стульями, но исторический зал, построенный крестоносцами в 16-м веке, с этими внутренними лесенками, когда они поднимались к бойницам, чтобы защищать старый город от чьего-либо военного нашествия. И в этом пустом пространстве, в этих переходах, мне послышались в каменных нишах голоса актеров московской таганки, шептавших мне что-то актуальное и бесстрашное. Это был мой иерусалимский синдром. В этот момент я увидела свой путь здесь, писать об израильском театре, как нелимитированном ничем диалоге про историю и современности, воплощенном в модернистских поисковых формах, пророчествуя о будущем искусства, так это началось. Поводом к написанию послужили, во-первых, реакции многих русскоязычных евреев, относящихся к израильской культуре, как провинциальной и чужой. Иудеев, чьи эстетические идеалы на исторической родине не развиваются, а как бы застыли на известном изгалутах. Я называю их «Еврейские жертвы русской культуры». Примеров множество. С местными восторгами на концертах приветов из России, с походами в театр только на приезжающих гастролеров оттуда, с постановками «Венечки Ерофеева. Москва петушки в Гешире», сомбой Заминова по Островскому в театре «Еж», и получивший шикарную реакцию русскоязычных евреев на последнем Ливуде с постиками юнкера Пушкина. Спектакли, основанные на культурных архетипах нашего прошлого, застывшее воспроизведение нашей нынешней духовной реальности. Категорически это неприятно. С другой стороны, раздражает тон похоронной литературы, лишь оплакивающей прошлые достижения еврейской культуры в стране исхода, не видя их продолжения в Израиле. Болезнь идеологической слепоты, связанные и с незнанием языков иврида и идыша, и реальных произведений на них созданных. Цитирую. «Убитая муза израильтянина Ефима Лаевского, мемуары о разгроме Киевского гасета, или уничтожение культуры на идыш Михаила Любавского, или муза во тьме Якова Басина, прекрасно написанное прошлое, которое было и закончилось там». А здесь? Что происходит здесь? На нашей исторической родине? Чтобы ощутить театральную атмосферу Израиля, посмотрим отрывок из спектакля «Тагила» по Агнону, поставленный режиссером последней волны Шир Гольберг. Театр «Хан». Спектакль шел на сцене этого театра около восьми лет, снят только сейчас. На первой презентации кто-то из присутствующих меня спросил, «А первая презентация – это «Маханай Мали Адумин». А где этот театр находится?» «Маханай Мали Адумин». «Маханай Мали Адумин». «Маханай Мали Адумин». «Маханай Малин». «Маханай Мали Адумин». «Маханай Мали Адумин». «Маханай Малин». «Маханай Малин». «Маханай Малин». «Маханай Малин». «Маханай Мали Адумин». «Маханай Малин». Жизнь концентрируется в рассказе Агнона, фактически в обсуждении, в изображении того, что значит для еврейской души грех, что значит для еврейской души не обидеть кого-то, как жить с этим или как умереть с этим, о чем мы смотрим с небальзаминова, как Бальзаминов женится на той или на этой, это очень важно в Израиле, о чем мы смотрим венечку Ерофеева, о том, как человек, погибший от алкоголизма несется в никуда. У нас есть свои темы, у нас есть свои герои, у нас есть свой театр, который важен нам, как знак нашей духовной культуры, ибо мы живем дальше, мы не можем смотреть все время назад. И мы должны понять то богатство, которое есть и которое невозможно уничтожить. Итак, этот кусочек, этот кусочек оригинальный театральный модерн, где в пустом пространстве минимумом нарисован еврейский духовный максимум. Главная идея моей книги, это, у меня есть две идеи. История – это процесс. Все, что связано с еврейским театром, с еврейской историей, это непрерывно. Непрерывность еврейской культурной истории – базис всей моей книги. Какие бы зигзаги ни были в ней, духовная жизнь народа не прерывалась никогда. Это проявлялось не только в постижении Туры как слова, но и в осознании ее духовных ценностей, ощущение себя нации через искусство музыки, живописи, танца. Театр – одна из форм коллективного иудейского мышления, возревал органически постепенно века как процесс и сложился в последние сто лет вместе с возвращением евреев на историческую родину в свою оригинальную, динамичную, неповторимую форму. Идея единства национальной культуры запечатлена прежде всего на обложке. Колонны и внизу вот эта сцена, да, колонны, тоже с зоокартинками, да, потому что иудейский театр – это единство, как сказать, высокой духовности и народной спеховой культуры. и вся сцена представляет о себе, обратите внимание, она похожа на колонны, обратите внимание, какие колонны. и внизу все в гармонии. Сцена храма, еврейский театр – это служение. Обратите, пожалуйста, внизу внимание, это художник рисовал в 1931 году, внизу, 2018, раскопанные буквы иврита, как археология, да, то, на чем держится возрожденный современный израильский театр. И современный колесо, как символ постоянно, бродяжничество, бродяжничество, сильную еврейскую историю. Первая картинка – это визуальный ключ, который связан с последним визуальным ключом Шагала введения в новый еврейский театр. В частности, одной из картинок Шагал, Триптиха Шагала является скрипка. Вначале зеленая корова взрывает струи скрипки, а это «Альтере Гошагала», невозможно играть на струнах старого искусства, да, а в конце Триптиха есть евреи в Толите и в Кипе, которые играют на скрипке, то есть мы играем на скрипке мирового искусства в своей форме, и тогда мы достигаем высоты. Театр, храм, сцена служения, актеры играют в мировые стандарты, исходя из своей традиции восприятия, перевороты и оборачивая философские представления о мире, природе, человеке, как едином, неразделимом целом. Об этом смысле еврейского искусства писал Раф Кук. У избранного народа есть ограничение Ахалахи, но она должна оставлять неприкосновенную свободу для всего самобытного и ценного, что есть в человеческом духе. Быть оградой из роз, а не колючей проволокой или китайской стеной. Он утверждал, что искусство, которому тянутся евреи на святой земле, признак выздоровления нации от болезни Галута – знак возрождения. Когда я слышу ностальгию русскоязычных евреев по культурным архетипам российского театра, я невольно ощущаю, что они еще не исцелились. Как же конкретно возник израильский театр? Израильский театр возник задолго до образования государства и в Палестине, и в Эссраиле, в диаспоре, везде, где евреи противопоставляли ассимиляции, ориентации на историческую родину и ее духовные традиции. Это была демонстрация посвященности, голос неуничтожимой нации, коды самосохранения, красота культуры, напоминавшей в рассеянии о потерянном доме. И хотя иудаизм всегда относился наскороженно к зрелищам, подозревая в них проявление долопоклонства Самотора не что иное, как канонический сценарий еврейской судьбы, как начало общечеловеческой. Сакральный мета-театр. Эстетизм Танаха, присутствие в нем философских ослов искусства, признавали многие авторитеты. Не только Раф Кук, Раф Махман из Братслава, Егуда Абарбанель. Открытость иудаизма подтвердили попытки раинов, создателей Глебезный театр в Италии в 16-18 веке. Я была в Венецианском вету. Я видела своими глазами, нас провели очень быстро, к сожалению, синагоги, которые фашисты не нашли. Потому что испанские евреи, которые прибыли туда в конце 15-16 века создали свои синагоги так, чтобы внешне никто не понял, где есть что. В этих синагогах Бима представляет из себя сцену, на которой с лестницами для хоров, там были театрализованные представления. А сейчас слышно, что в Венецианском вету был театральный фестиваль в этих синагогах тоже. Там игрались музыкальные произведения замечательных еврейских композиторов Роси и Монте-Верди. Там было искусство и культура как знак сохранения нации. Почему мы говорим только о текстах? У нас есть искусство, которое является частью нашей ментальности, частью нашей истории. И нельзя это вычеркивать из нашей жизни, из нашей идеологии. Везде, где евреи противопоставляли ассимиляции, ориентацией на историческую родину и ее духовные традиции, был театр. Это была... Так, я вам уже это говорила. Открытость иудаизма подтвердили попытки Раина в создать любезный театр в Италии не только в 16-18, но и в России в XIX-XX веках. Итальянский автор Иуда Сома создал первую галактическую комедию «Красноречивый фарк с Женейки». «Мошезакута» — первую трагедию на библейский сюжет «Основа мира» об истории Авраама. «Мошехаэм и Луцарта» — простатся своими кавалистическими аллегориями, несокрушимая крепость и слава праведника. И так далее. Это были философские пьесы, повлиявшие на всю позднейшую еврейскую литературу. Вклад их значительный до сих пор недооценен. А с другой стороны, возникшие вместе с праздником Пурим, в IV веке до н.э. карнавальные трагикомедии Пурим-Шпири распространились по всем общинам, как обязательное праздничное священодействие. Они упоминают еще в Медрашах, а полные тексты известны лишь XVI века как печатный формат. Однако это было, по сути, оформление печатной исторического развития фольклорного театра иудеев. Это были «Премудрость Соломона», «Жертвоприношение Цхака», «Жизнеописание Моисея», «Ахашвирошпи». Эти и многие другие народные прессы легли в основу позднейших переработок и версий библейских драм. В Пурим-Шпилях вырабатывался синтетический художественный язык, в котором традиции сочетались с культурой эпохи индивидуальным талантом исполнителей. Именно в Пурим-Шпилях была заложена основа еврейского театра, представляющая собой универсальную систему ценностей, узнаваемую эстетическую структуру, имеющую связующий национальный смысл. Мы только что видели кусочек из спектакля театра «Хан». Обратили внимание? Они все время разговаривают с публикой. Это традиция Пурим-Шпилях. И еще эта традиция была в театре «Холокоста». Без диалога со своим зрителем не было бы поддержки тайной будущих жертв. Это традиция и современного израильского театра. Театр современный израильский состоит как две ноздря, одного носа. Из ивринской части и идишистской части. Без этого невозможно дышать нацией. Это две стороны одной культуры. Непосредственное рождение. Мне очень жаль, у меня здесь идут целый ряд картины. Непосредственное рождение будущего израильского театра начинается в Палестине в конце XIX века, в начале XX в единстве с эволюцией сионистской идеи. В книге израильский театр представлен от первых опытов 1889 года до фестивальных премьер-2016. Однако не количественно, а качественно, как размышления о событиях, определяющих особенности иудейской драмы. Например, театр «Храм», «Мечта и реальность», «Судьба Московской годы», «Мнеофиты третьего искусства», «Раним гешили» или «Метатеатр нашего времени», или «Межголубым и оранжевым» в сезоне, как вы помните, трагическом 2005 года, на баррикадах культуры в годы Холокоста и последняя Иерусалимская вертикаль. Однако при всем многообразии материала намечены временные рамки израильского театра. Меня все время спрашивают. Периодизация, периодизация, море материала, что, когда, где, и вот только собрав весь этот материал, я наконец-то поняла, как этот маятник работал. Итак, первое движение маятника с 1889 до 1921 года. Это первый период, когда была школьная драматургия. Давид Елин поставил впервые в школе Лелин на Суккот, срубал о возвращении Лейма Мошен Лилиенблюма, о возвращении на святую землю и строительстве второго храма. Представьте, что он сделал это не только в школе Лейми, но и у Котеля. Такое было рождение ивритского театра. Но, конечно, это была самодеятельность, которая закончилась совершенно блистательным, первым профессиональным театром Давида Давидова, который вошел пешком в Эрс-Исраэль через Египет, будучи уже звездой английского, немецкого, индийского, китайского, американского еврейского театра. Он играл на польском, русском, немецком, английском, на идыщ. Он входит сюда в 1920 году, а вы все уже знаете, что в 1919 из Одессы на знаменитом корабле «Услан» прибывают будущие звезды израильской культуры Бару Фагадати, Фрида Камели, Менахем Бенимини, Мошен Гур, все они собираются в азистическую коммуну и за два года выдают около 40 спектаклей. Дело кончилось плохо. Не имея поддержки, Давид Давидов заболел, ушел, но театр родился. Он раскололся потом, но театр начался с самыми лучшими будущими звездами в еврейской стане. Дальше начинается второй период. Классического Танахического театра, это 20-е, до конца 50-х даже можно сказать. До Габимы. Здесь был Т.И. Театрон Эрес Исраили, который создал, опять-таки, один из создателей Габимы, Менахем Гнезе. Здесь был Т.И. Театрон Аманути Эрес Исраили, который выделился из первого профессионального театра. Здесь был театр Огель, который создан был Мошер Леви, одним из первых актеров, опять-таки, Габимы. И, наконец, приезжает в 29-м году всемирно признанный коллектив с тонахическим репертуаром, который в долгие годы считается непревзойденным, каноническим для израильского театра. Невоспринимаемым, ругаемым израильской элитой, но объективно он остается планкой, которой все время пытаются дотянуться к лучшей коллективу уже потом. Я сейчас говорю, 1920-й, примерно, 1050-й, это у нас Израиль. Дальше начинается театр в Холокосте. Мы не имеем права его игнорировать. Это еврейский театр. Он начинается в Германии с 1933 года. С отделения всех евреев Германии в отдельную духовную зону, когда евреям Германии можно было играть только определенный репертуар, только в определенных местах. Это привело к очень интересным результатам, что в Дахау там очень много сразу созданных были самые лучшие артистические силы, которые не боялись играть то, что было у них на самом деле на душе. И это 1933-1947 до последних спектаклей в освобожденных уже лагерях Берген-Бэйсен. В Мюнхене собираются прекрасные артистические трупы, и об этом есть в книге. Дальше начинается история с послевоенным возрождением за продолжение борьбы за еврейские ценности на территории нашей 1967-1989. Это борьба за национальное возрождение в подпольном театре отказников. Нет у меня времени сейчас на этом останавливаться. Подробно это огромная тема, и она связана напрямую с рождением последней страницы современного израильского театра. Я коснусь сейчас того, что происходило в Израиле. С 1953 года до нашего приезда, до 1990-го идет бунт против традиции, разрушение тарахических канонов. Возникает целая плеяда блистательных режиссеров и драматургов. Они сами же ставят свои тексты. Это Шмуэль Асфари, Гелады Врон, Йошуа Собель, Ханох Левин. Их очень много. Почему возникает эта ситуация? Рождается государство, рождается новый государственный период израильского театра. Казалось бы, все в руках артистов. Однако, это была реакция на теорию единого котла, которую провозгласили идеологи создания Израиля, требуя от всех прибывших, прежде всего, быть в едином духовном обличье, примерно так же, как единый советский народ в СССР. Здесь требовали всех приехавших сделать, сравнять по идеологическим канонам, которые были в головах у создателей государства, не в реальности. В защиту реальности выступили эти драматурги. В защиту реальных людей, которые приехали в Израиль. В защиту человека. Их реакцию можно понять, но надо иметь в виду, что в своих спектаклях они очень часто переходили все и всяческие границы. То есть, это очень талантливая плеяда драматургов, которым надо подходить, имея свое представление, что хорошо, а что неприятно. И, наконец, мы приехали. В 1990-е до 2016-го года стрелка качается в обратную сторону. Во-первых, наш период полное отрицание теории единого котла. Полифонический хор неслиянных голосов, мозаика. Есть театр эфиопов, есть театр на английском языке, есть театр на русском языке, театр ешь на русском языке. Есть все виды и формы возможного самовыражения. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть ностальгия по классическому периоду двадцатых годов. И возникает на наших глазах в девяностые годы. Во-первых, театр эфиопов, который создан из тоски по корням, с которыми мы сюда приехали. Это было на 2 часа. Работают замечательно. Театр эфиопов, шпиль, 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 шпиль. Но я говорю еще о трилогиях танофических, которые были созданы уже в нашу видность. Это Вэйумэр, Вэйлэха. И он сказал, и ты пойдешь в Иштахову, Вэйрэ. И они выклонились. И увидел, и увидел я, да, по книге Брейшит в ансамбле «Итим» при театре Камери автором и режиссером Арино Герушану. Это профессиональное самовыражение. На Црады Лити, театр Галилея. Вместе с нашей линией приехал замечательный автор Марк Азфайзенштадт. И здесь он создал философскую прозу, философскую драматургию. И вместе с замечательным режиссером Зигмундом Белевичем Илье Зихран-Барух создал театр-галереи и танофическую трилогию «Весенний царь черноголовых о рождении идеи единоборгия» и «Втах однолюк» по книге «Судей» и «Последний день Содома», «О Содоме». Трилогия уже о нашем восприятии соматических текстов. И так, благодаря нашей реестр, тренка качнулась от разрушения к созиданию. И я вам благодарна, что вы есть, потому что я чувствую, что эта книга, это выражение наших общих представлений о том, какой должна быть культура театральная в Израиле.